Ребята, всем привет! Очередной раз, недолго думая, накинулся на самолет реактивный свой, на который я буду устанавливать вот эту нереально мощную турбину. 18 килограмм тяги и, собственно, решил ее уже устанавливать. Видите, делаю нишу под этот двигатель. Он уже здесь немножечко помещается. Примерно так вот это вот все будет выглядеть. Красота какая! Мощь нереальная будет. Но нужно все карбонизировать, нужно укреплять моторный отсек. И нужно как-то сделать защиту двигателя, если вдруг он вот этой частью самолет ударится сильно, чтобы двигатель не пострадал. Опять выключили свет на самом интересном месте. Но это не помешало мне доделать композит. Закарбонизировал нишу. Ждем полного застывания. Выставил самолет. Аккуратно все измерил. Вроде бы все ровно. Ребята, ничего не перекосило пока что. Самолет должен быть мега ровный, чтобы обладать малым аэродинамическим сопротивлением, чтобы не пришлось его сильно тримировать, сильно крутить. Надо стараться очень сильно. Вот эти пленки помогают разгладить эпоксид, пока он еще жидкий. Потом они легко снимаются и все гладенько, ничего не топорщится. Подсохло сверху, снял все пленки. Обратите внимание, насколько гладенько получается, друзья. Это прямо прорыв в моих технологиях. Мне очень это нравится. То есть теперь не обязательно прям сразу все одним листом закатывать. Можно делать частями. Вот она нижняя сторона. Видите, тоже все очень гладко. Плавно переходит и даже вот здесь без всяких супер технологий вакуумных и прочего, удается сделать ровно достаточно. Видите как? Вот здесь делал по обычной технологии. Оно все шершавое, кривое, хотя здесь столько же эпоксид, сколько и здесь. Но пленка как бы разглаживает и получается гладко ровно. Так, теперь про бак. Есть у меня несколько вариантов. Вот такой трехлитровый взять использовать и использовать 5 литровый бак. Я склоняюсь к 5 литровому бак. Топливо будет весить около 4 килограмм. Вот практически в центровке. И да, что интересно, друзья. Кто-то мне писал, что я сделал лонжерон, который 350 грамм весит массой в целый самолет. Ребята, любителей пенолета просьба не беспокоиться о всем этом. Потому что здесь одно только топливо 4 килограмма весит. О, ужас! Как 10 самолетов. После такого сравнения, я думаю, всем должно стать понятно, что это будет за самолет. Это не простой самолет, это реактивный самолет. Сделал кое-какие расчеты здесь. Площадь крыла 0,7 квадратных метра. Даже если он будет 14 килограмм весить в целом, он весьма неплохо полетит и не такая уж и большая даже будет посадочная скорость. При вырабатывании топлива, то есть минус 4 килограмма, так сказать, получится 10 килограмм. А нагрузка на крыло около 200 грамм на дециметр получится. Это на самом деле не так уж и много. Так что двигаемся дальше. Моторный щит у меня готов. Защита под двигатель готова. Как можно пренебречь защитой под двигатель? Да, я здесь мог бы сэкономить около 100 грамм, если бы положил меньше слоев. Внутри проложил пару слоев кевлара и карбона здесь около 4 слоев. Может 5. Можно было бы сэкономить легко 150-100 грамм где-то. Потом на лонжероне, если его в два раза по массе уменьшить и в два раза потерять в прочности, я бы мог бы 150 грамм сэкономить. 300 грамм. Потом, если я буду делать один слой обшивки вместо двух из углепластика, я сэкономлю где-то 600-800 грамм. Считаем. При любых раскладах я бы мог бы сэкономить не более чем 1,2 килограмма. При общей массе самолета около 10 килограмм. Я не думаю, что 10 килограмм он будет весить, либо 11, либо 9. Это какая-то прям большая фатальная разница для него будет. Разница небольшая, но зато в полете мы бы уже не могли так дерзко себя вести, не имея такого жесткого лонжерона. Это раз. Защита двигателя. Я думаю, здесь вообще никаких комментариев не нужно давать, потому что упороть вот такой мотор. А где его потом брать? Он стоит 3,5 тысячи евро. Что потом делать? Ну и обшивка в целом придает жесткости. Планеру самолета. И потом, если делать в один слой, не знаю как вам показать, но углеткань имеет просветы. А вот, по-моему, прекрасно видно. То есть здесь плетение не плотное. В итоге что получится? При будущей покраске в эти просветы протечет грунт с растворителем, начнет плавить вот здесь вот пенопласт. Уже были такие случаи. На моем большом самолете все поплавлено. Хотя там два слоя было, насколько мне не изменяет память. Но где-то я, видимо, протер. И вообще, если один слой делать и потом зачищать, то можно попротереть просто эту всю углеткань. И ничего там не останется силового. Скажем так, в 50% прочность этих волокон упадет. Либо тогда ее уже шпаклевать, грунтовать. Это опять же лишний вес. Я же хочу просто сделать два слоя и потом минимум грунта, минимум шпаклевки. Все выровнять, все делать гладенько и красиво, что самое главное. Так что, ребята, двигаем дальше. Эти вопросы мы все обсудили, решили. Можно заниматься, продолжать. Бачок надо бы немного перепрофилировать. Чем и занимаюсь. При воздействии фена он в нужных мне местах сжимается. Процесс такой неспешный. Делаю с водой, чтобы не сжался больше нужного. Постоянно стравливаю давление. Уже такое что и получилось. Во-первых, бутылка стала немножко меньше по высоте. Во-вторых, более круглая снизу. И теперь мы практически попадаем в центровку. Полным ходом приступил к конструированию бака. Потому что основа уже готова. Я его чуть-чуть укоротил. Далее мне нужно сделать внутреннее убранство. На крышку прицепил самодельный штуцер. Только что выточил его на токарном станке. Здесь хомутом присоединил. Ну а на обратном конце очень тяжелый искатель из бронзи. Хочется, чтобы он очень хорошо отрабатывал внутри бака. Поэтому сделал такой тяжелый. Но это еще не все. Смотрите, трубка очень кривая. Она сопротивляется. Она довольно-таки жесткая. И чтобы внутри бака не происходили вот такие вещи всякие, чтобы оно вот так в обратку не выгибалось. Хочется укрепить резинку металлической трубой. Сейчас будет интересная токарка, потому что буду сверлить на большую глубину, чтобы сделать хорошую трубочку. Уже зарядил в токарный патрон. Видите, что происходит? Длинная сверла. И буду потихонечку просверливать. Вообще, теоретически можно было бы и найти такую, но это все очень долго. Проще всего сделать самому. Погнали. Сверлышко немножко уводит, поэтому прицелимся вручную. Нужно теперь периодически смазывать и продолжать. Аккуратно, надеюсь, никуда не уведет. Думаю, такой длины будет достаточно. Так, трубка есть. Смотрим, заходит ли трубка в трубку. Заходит, хотя и очень плотно. Думаю, натянется. Надо бы ее как-нибудь облегчить. Она тяжеловатая, я думаю. Сделаем это? Сделаем. Моделистам должно очень понравиться. Культура веса на высшем уровне. Сейчас еще вот эту бабушку мы удалим. 7 грамм. Отлично! Аккуратно, не спеша засовываем. В работе это дело выглядит так. Вращаем. При этом искатель всегда должен быть внизу. Видите? Все отлично! Отлично! Ребята, выпилил небольшое отверстие под бачок. По-моему так только инопланетяне делают. Ну и я собственно по таким супер технологиям. Смотрите, что получается. Наверное, надо еще кое-что подпилить, чтобы он вышел вровень. Потому что пока что вот здесь не сходится. И можно будет заклеивать. Пока еще не решил в какой последовательности. Да и хочется вот здесь сразу окошко побольше выпилить и изнутри его тоже оклеить. Будет своеобразная ниша, потому что по-любому здесь протечет керосин, скорее всего, и выплавит весь этот пенопласт. Надо как-то защищать нишами там и прочее, прочее, прочее. Ну а пока все очень даже миленько получается. Все-таки сбудется мечта о большом топливном баке в самолете. Может даже и FPV прикрутим сюда. Предварительно вклеил, используя кевлар. Я думаю, кевлар рядом с баком будет актуален. Перевернул на обратную сторону. Не особо здесь красиво все. Сейчас нужно это дело облагородить. Поэтому обкладываю бальзой. Подгоняю брусочки и вот так вокруг все это дело приклею. И еще один листик кевлара для защиты. Постарался все брусочки аккуратно подогнать. Особенно изнутри. Вроде бы неплохо получилось. Теперь естественно нужно все склеить. Дождаться пока застынет смола и обработать аккуратно. Это уже второй замес за сегодня. И опять нужно ждать застывания эпоксида. Да что ж такое? Поеду-ка я наверно похаваю макдональдс. Ну вот, все и застыло, друзья. Можно продолжать. Аккуратно, потихонечку зачищаю. Бальса поперек волокон очень хорошо точится грубым наждачком. Очень важный момент, ребята. Хочу попробовать вставить его прямо вот в таком виде в автомобиль. Целиком он сто процентов не залезет, но есть одна задумка. Может быть не нужно будет разъемным его делать? Правда, есть один нюанс. Вот такой. Я думаю, это ничего страшного. Торчит не больше, чем зеркало. Это все очень сильно меняет дело. Значит, нос я снимать не буду. Самолет цельный будет вообще. Значит, пенопласт вынимать весь не буду. Тоже здесь оставлю для прочности. И еще одно но. Когда цельная конструкция, даже просто легче запускать самолет. Привозишь его и сразу в полет не надо ничего собирать. Мне это очень нравится. Сейчас разведу жидко эпоксидные. Долго играющий. И заклею весь вот этот фюзеляж до сих пор. Нос трогать не буду пока, потому что возможно придется его корректировать. Подготовил два листика. Один поперёк под 45 градусов. Другой будет с ровными волокнами крест-накрест. Вот этот будет сверху, потому что его легче накладывать. Этот будет снизу. Этот чуть поменьше. Этот чуть побольше, чтобы перекрыть вот этот. Всё капитально пропитал. Получилось очень даже аккуратно. Сейчас буду прокладывать пленки, чтобы было более гладко и меньше впитывалось внутрь в пенопласт. Примерно так выглядит процесс. Главное выгнать пузырьки воздуха и всё разгладить. Как показывает практика, они обратно не возвращаются, эти пузырьки. Но только если уж очень сухо, тогда могут подвозвратиться. Всё разглаживаю вот так. Даже не боюсь того, что в эпоксидку вымазан шпатель. Всё будет очень и очень легко отставать в последующем. Увидите. Красота! Супер технология! Всё разгладил. Можно рассмотреть повнимательнее. Здесь видно, что немного оно выступает за пределы. Естественно, углеткань даёт слой. Но эта линия очень размыта. И обратите внимание, что фактически нет пузырей. Вот видите, есть пузырь один. Его можно тоже убрать. Ну а так особо пузырей нет. И теперь, наверное, вас всех интересует вопрос. Что же получится, когда я сниму пленку? Будет ли красота? Или будет, как обычно, страшилище при таких технологиях, требующее мега обработки? Я об этом узнаю через сутки, ребята. А вы узнаете уже в ближайшее время. То есть в этом видео. Ну что ж, снимаем пленку и смотрим. Смотрите, как роскошно снимается. И смотрите, что получается. Вполне себе годная поверхность. Кое-где вот здесь вот есть эти стыки. Плёнка очень тонкая, но они минимальные просто. Вот они. Классно, ребята. Супер технология просто. Вы сами всё видите. И здесь гладко. Здесь вот есть нюанс. Небольшой был пузырь. Но это зашпаклевать гораздо проще, нежели всю чистить. Как, например, в этом месте, где я так не делал. Видите, вот здесь вот оно всё кривое, всё корялое, шершавое. А здесь уже всё гладенькое. Так что на этой приятной ноте можно подытожить этот видос. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч. Вес на данный момент составляет... 1,8 килограмма. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...